И сейчас пришло время нашего хлебопреломления, и я еще раз хочу напомнить то место из Писания, то слово, которое Бог говорит для Церкви, для каждого верующего, чтобы мы, знаете, вот делали это, мы делаем это каждый месяц, раз в месяц. Но обращение мое прежде всего к себе, чтобы это не превратилось просто в традицию. Ну вот по традиции мы это делаем каждый месяц. Но знаете, это не просто традиция проводить это хлебопреломление, но это мы преломляемся, мы как тело Христова, мы преломляемся со Христом, Христос, который отдал свою жизнь ради каждого из нас. И Он преломил себя, отдал себя, чтобы и мы вместе с Ним преломились, чтобы и мы вместе с Ним проживали каждый день. Итак, хочу, чтобы мы обратились к Слову Божьему и еще раз прониклись в то, что Бог сегодня говорит каждому из нас. Поразмыслили над этим, пропустили это Слово через себя. Итак, 1 Коринфянам, 11 глава, 24 до 31 стиха. Давайте будем читать. Но я хочу, чтобы мы не просто читали эту историю, но чтобы мы пропускали ее через себя, размышляя над этим местом исписания. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. И, возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Так же и чашу после вечери и сказал, сия чаша, и есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, да коли он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто пьет, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Аминь. И знаете, я выделила несколько пунктов с этой истории. То, что произошло. Иисус, перед тем, как идти на исполнение воли Божьей в жизни своей, Он собрал своих учеников. И Он сделал это действие, преломление. И также Бог, Он сегодня собирает нас, как церковь. Это тело Христово. И Он желает, чтобы мы делали это. И первое, мы делали это с благодарением. Благодаря Бога, что Он отдал свою жизнь ради каждого из нас. Что Он заплатил это. Он пожертвовал собой, чтобы мы сегодня жили. Чтобы мы сегодня имели внутреннее спасение и имели шанс на другую жизнь. Второе, что здесь хочу, в то, что мы прочитали, я выделила это, чтобы делали это и не забывали. Почему Он говорит, делайте это в мое воспоминание. Почему Он это нам говорит? Значит, нам свойственно забывать вот эта человеческая суть. Ну, слушайте, ну почему так происходит? Когда нам 10, там даже 100 раз делает человек хорошо, но один раз что-то сделает плохо, мы это помним. А вот 100 раз Он сделал хорошо, мы раз и забыли. Ну почему суть такая человеческая? Вот это греховная составляющая. И Бог, Он говорит, вспоминайте, вспоминайте. Потому что вот то плохое, что Бог вам не ответил на какую-то молитву, не исцелил тебя, сына твоего не спас. Вот это ты помнишь. А то, что я отдал свою жизнь ради тебя, ты забываешь. Ты живешь праздно. Ты живешь, как будто ничего не произошло. Но вспоминай, возвращайся, пропускай через свое сердце, как важно, дорогие мои, делать непросто, взявши эту чашу, но вспоминая. Иисус, ты заплатил такую цену ради меня, кто я был. Следующее, это возвещение смерти Господней. Он говорит, возвещайте. То есть мы возвещаем это, мы говорим об этом. Еще одно, что здесь примечательно, это принимать достойно. Достойно. Что значит достойно? Оказывается, можно принимать недостойно? Как понять слово достойно? Я начала искать, копать, думаю, как же это достойно? Знаете, достойно, это когда ты по достоинству оцениваешь, что произошло. Достоинство того, что не просто ты, ну, знаете как, спасибо, конечно, но мы идем своим путем. По достоинству я принимаю это, я осознаю, и я не просто это осознаю, но я по достоинству, принимая эту жертву, я стараюсь каждый день жить так, чтобы возвещать то, что сделал Господь. Я стараюсь, понимаете, по достоинству, знаете, когда я говорю, что я верующий, я верующий, Христос живет во мне, но я живу неподобающе, то это не по достоинству. Значит, я не исполняю то, для чего Бог пришел в мою жизнь. Значит, для меня то, что Он сделал, это не важно. Значит, я теряю достоинство того Бога, который есть в моей жизни. Поэтому Он говорит, делайте это достойно. И когда мы делаем это, если мы осознаем, что я в течение этого месяца, а я здесь солгал, а я здесь обманул, а я здесь сделал неподобающее, я хочу сегодня просто каяться и просить, Боже, прости меня. Я хочу быть достойно называться Твоей дочерью, я хочу быть достойно Твоего имени, я хочу быть достойно Твоей жертве, которую Ты принес за меня по достоинству. А когда Ты не ценишь, то Ты живешь. Спасибо, конечно, Господь, но у меня своя жизнь. Но достойно, понимая, что мы сегодня благодаря Его жертве, потому что мы имеем эту возможность сегодня каяться, просить прощения, Господи, прости о мой, и дальше продолжать нести Его. Следующее. Рассуждать о теле Господнем. Рассуждать, размышлять. И последнее. Судить самих себя. В принципе, я уже немного об этом сказала. Дорогие, я хочу, чтобы перед тем, как мы будем совершать это причастие, то есть мы причастники тела Христова, мы причастники Господа нашего, мы причастники этого всего. Я хочу, чтобы мы, прежде всего, судили самих себя, где я не прав. Не говорили, что я красавчик, но судили самим себя, чтобы быть осужденным Господом. Но сами понимали, я здесь не прав. Я здесь совершил что-то. Господи, прости меня, и пусть Его жертва будет в моей жизни не напрасна, но я всем своим естеством буду прославлять Его, и Его жертва будет не напрасна, что Он не напрасно заплатил свое действие, свою смерть ради меня. Аминь. Поэтому, давайте, прежде всего, помолимся, и просто загляните внутрь себя. Я думаю, каждый из вас, если вы честны, сами с собой, прежде всего, пред собой, вы будете просто сокрушаться. Я думаю, мы все согрешаем. И просить просто, Господи, помилуй, и омой своей кровью святой, чтобы я был в правильном положении, потому что я достойно хочу совершать это хлебопреломление, вспоминая о Тебе. Аллилуйя. Дорогой Господь Боже, мы приходим к Тебе, как церковь Твоя, как тело Твое Христово, и сегодня этот день, когда мы вспоминаем, еще раз вспоминаем ту жертву, которую Ты заплатил ради каждого из нас. Спасибо Тебе, Господи. И мы сегодня приходим к Тебе, и мы признаем, что порой кого-то судим, порой гневаемся, порой раздражаемся, обижаемся, что-то делаем неправильное. Прости. Мы молим Тебя, Господи, чтобы Твоя святая кровь, она омыла и очистила каждого из нас. Мы достойно хотим совершать то, что Ты, Господь, уже сделал, нести Твое имя и еще раз и еще раз доказывать, что Ты не зря пролил Свою кровь на кресте. Спасибо Тебе, Господь Божий. Благодарим Тебя за все. И мы молим, благослови эту чашу про образ Твоей крови, пролитую за нас. Благодарим, благослови этот хлеб, про образ тела Твоего ломимого за нас. И принимая это, Господи, дай нам силы, дай нам крепости, чтобы выстоять, все пройдя. И чтобы нести, Боже, нести Тебя, нести Твое спасение внутри и возвещать Тебя в каждом дне и в каждом дыхании. И весь Божий народ сказал Аминь. Давайте будем принимать.